Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с проблемой, да, с вопросом, который вы задаете. Значит, игнорирование проблемы в отношениях. И счастливые. Это сразу такая довольно двоякая фраза, такое двоякое высказывание, потому что проблема для кого в первую очередь. Знаете, вот. Если проблема для вас, то почему для вас это проблема? Ну, вот то или иное, да. Почему для вас это является проблемой вообще, да? Если же эта проблема сопряжена с вредом вам, то есть вам наносится вред какой-то, то это, конечно, куда более сложно, это куда более серьезно. Закрывать глаза на это, безусловно, нельзя, но в первую очередь желательно, чтобы вы, знаете как, даже... чтобы вы не то, чтобы мужчину своего пытались как-то переделать, да, вот. А чтобы вы в первую очередь как-то сами постарались для себя ситуацию увидеть. То есть в чем проблема? В чем проблема именно для вас? Далее. Мужчина, вот, вне зависимости от того, какой он, там, что у него и так далее, да, он не будет решать проблему, он не будет их как-то реализовывать, да, он не будет ничего предпринимать до тех пор, пока его все устраивает. Знаете, то есть если вы только жалуетесь ему и говорите, что вот, там, ты, например, такой вот плохой, секой или что-то еще, да, вот. Вот, но потом, потом, как бы принимаете, да, принимаете все, что есть, да, вот. И в итоге ничего не меняется, то мужчина и ничего не будет делать, понимаете? Ну, поэтому по поводу проблемы, да, это вот такой аспект. Вместе два года и на протяжении этих лет при ссоре одна и одна же проблема, она обижается на то, что я обиделся. Ну, это говорит о том, что у мужчины, в общем-то, очень много своих обид, что вы говорите далее по тексту. Вы понимаете, что, когда вы говорите, что вы обижаетесь, вы тоже ведете себя как, в общем-то, он. То есть если вы видите в этом для себя проблему, да, то, соответственно, как бы возникает логический вопрос. А сами-то вы зачем обижаетесь? Вы говорите, что я обижаюсь, значит, так, я обижаюсь без скандалов, просто пытаюсь ему объяснить, что хотела бы изменить или добавить в наши отношения. Но вы же вроде как человека приняли, вы же вроде как человека полюбили таким, разве и нет? Так зачем что-то менять? Если вам нужно менять, думает мужчина, то, соответственно, вы и меняете. Так это работает у мужчины, так мужчины воспринимают. Если вы ему просто объясняете, говорите, что вам там что-то не нравится, да, то как бы все так и будет, понимаете? Вот. Все так и будет по большому счету. Ничего не изменится. Понимаете? А вот. Ничего не изменится, потому что мужчину, мужчину, да, все устраивает. Зачем вам это менять? Мужчина ленивый? А вы? Вы. Вам нужно самой для себя определить, что для вас является проблемой, насколько для вас эта проблема важна, наносит ли она вам вред? Вот. Если да, то какой? Вот. какой. И, соответственно, что вы сами можете сделать для этого? и что можно, значит, и что можно сделать? Если мужчина не хочет, то с одной стороны, его нужно замотивировать, замотивировать, с одной стороны, нужно замотивировать его, а с другой стороны, если он не хочет, то быть готовы это принять. и все. И все. Потому что, если вы не принимаете то, что мужчина, например, вам говорит, да, получается, вы и его не принимаете, а это плохо для вас. Дальше. игнорирует слез. Ну, тут возникает вопрос такой, а зачем вы плачете? Шан. Ведь слезы, это, по сути дела, воспринимают, слезы воспринимаются многими людьми как инструмент манипуляции. Понимаете? И если мужчина видит, что вы плачете, он думает, что вы пытаетесь им манипулировать, поэтому игнорирует. Понимаете? Это непонятно, почему вы плачете, почему вы считаете, что мужчина не должен игнорировать ваши слезы. Вот. тем более непонятно, почему вы вообще считаете, что мужчина должен как бы действовать иначе, ведь он изначально, как я понял, сделал себя так. то есть вы его таким приняли, а теперь пытаетесь что сделать? Ну, видимо, поменять. Зачем? Под ваши нужды, да? Вау. Чтобы вам было хорошо. Понимаете? какая штука. И это есть здорово. И для него, и для вас. Нам это стоит вопрос такой, как бы, а насколько вы любите друг друга? вот какой вопрос ставит. Понимаете? Дальше. Так. Начинаем говорить, что ему вообще без разницы, есть отношения, ему на нему не нужно, но это защитная реакция. Защитная реакция, скорее всего, подавление чувства вины. То есть, как бы, ему, видимо, прививали вину за его поведение, за его поступки, пытались привить вину. И у человека выработался контракционарий против этого. Против чувства вины. И он, значит, с надобностью, без надобности, да, это использует, это делает. Потому что это автоматизм. Если на меня давят, я виноват, я не хочу быть виноват, я не хочу нести ответственность, а? То есть, на человека с детства накладывали много ответственности, больше, чем, ну, для него это было сила выдержать, видимо. И он привык от нее избавляться. Ну, и вы. У вас проблема какая? У вас проблема другая. то, что вы обижаетесь? Вот сама, скажем так, система ваших обид. Сам факт обид. Да? Вот. говорит о том, что у вас завышенные ожидания. у вас завышенные ожидания. Понимаете? и эти ожидания продиктованы вашими мотивами, вашими представлениями, установками. Да? Вы пытаетесь реализовать вообще другого. не хочет, другой не хочет, не может. Понимаете? дать вам это. Честно? Так, значит, по итогу результат один и тот же. игнорирование и оскорбление вас. то есть вы, зная о том, что результат будет один и тот же, все равно продолжайте снова и снова вступать в эту конфликтную ситуацию. для чего? Вот на самом деле вы сказали, да, что он жертва. Знаете, я, наверное, не буду с вами спорить в этом плане. То есть жертва он или не жертва, это еще нужно выяснять, да? Но однозначно могу сказать, что пока жертвой являетесь вы. То жертвой попеременно, попеременно то жертва, то преследователь. То жертва, то преследователь. то ты должен что-то изменить, да, ну вот, то ты должен что-то поменять, то ты, соответственно, такой плохой, да, меня обидел, вот я плачу, а ты меня игнорируешь. Понимаете? Возьмите, можно говорить о нахождении, о нахождении вас в треугольнике Карпана. И из треугольника Карпана нужно выходить. Вот. Как из него выходить? Да, ну для начала, просто чтобы хотя бы вот, хотя бы чтобы просто понимать, что вы в него попадаете, что вы в него входите. Вот, например, такие триггеры. Именно такие триггеры. Ты должен, ты, давай мы сделаем это, ты, там, обязан, ты, что-то еще, то есть, как бы, такая позиция преследователя, да, вот. И, соответственно, жертву, когда вы плачете, и когда вы обижаете, обижаетесь. Вот. То есть, что нужно делать? Вот эти состояния, да, их нужно прожить, желательно, скажем так, в клинических условиях, ну опять так, условно говорю, то есть, в клинических условиях это означает, что, ну в идеале, лучше, чтобы вы с психологом эти моменты прожили, да, то есть, вот, каждую роль, да, в том числе, в том числе, даже, вашего мужчину, который выступает, ну, в данном случае, тираном, то есть, он вот тиран, он такой плохой, да, для вас, то есть, он вот не слушает, там, и так далее, и так далее, и так далее, следует, да, в ролях этом все реализуется, в ролях этом все просматривается, и потом, потом вы уже будете лучше себя чувствовать, вы будете знать, вот, когда начинается, начинается, это позиция, когда вы попадаете в эту позицию, вот, либо роль, либо путешествия, либо следует, и, вы будете это, вы будете отслеживать то, как вы себя чувствуете, то, как вы себя, ну, вот, увидите в этот момент, и будете себя дергивать, так называемая пауза свободы, да, это называется пауза свободы, вы будете давать себе эту паузу свободы, как? То есть, в тот момент, когда вы вот, вступаете в это состояние, ну, отслеживать это, вы начинете не сразу, конечно, вначале все равно будете впадать в это состояние, потому что это, ну, привычка, как бы, вот, и, соответственно, вы будете задавать себе вопрос, да, кто я сейчас, вот, кто я сейчас, следователь, либо шерст, да, в зависимости от ситуации, чего я хочу, как у меня желание, и какая расплата, чем я готова платить, да, то есть, вы, вот, преследователь, когда вы преследователь, вы потом платите, платите чем? Ну, понятно, чем? Слезами, да, там, вашими нервами и так далее. Значит, потом вы становитесь женской, женской, и вы платите, чем? Вы платите, собственно говоря, тем, что мужчина, он, как бы, с вами очень долгое время не общается, да, то есть, там, неделями, да, несколько недель, а потом ведет себя вообще, ну, так, как будто он, как будто ничего не случилось, вообще, вот, как бы, и, все, и вот это расплата, и вы отдергиваете себя, отдергиваете себя, и спрашиваете, как бы, так, а, вообще, может, как-то можно по-другому добиться того человека, а чем, может, как-то можно другую плату за это, как бы, ну, по-другому распрашиваться, за то, что я хочу. То есть чего я хочу в действительности? Я же не хочу там, например, в действительности своего мужчину менять, да? У меня там в действительности своя какая-то потребность есть. Вот. И... Собственно... Именно так вы и будете корректировать твое поведение. Что касается мужчины, то если, как вы говорите, у него так было изначально, если у него так со всеми, то скажем прямо, прямо скажем, что очень мало шансов на то, что он изменится. То есть только если он сам не захочет начать работать над собой, если он сам не захочет что-то менять, то тогда, значит, в этом случае можно говорить об изменениях. Это первое. И второе. можно говорить, опять же, об изменениях, если вы, мужчина, замотивируете. Да, то есть вы, в принципе, вот, в принципе, в таком костяке, скажем так, вы действуете правильно, в костяке, в каком-то смысле, что вы пытаетесь объяснить, да, вы пытаетесь донести, то есть вы не уходите в игнорирование, как ваш мужчина. Но. Но. Ага. Дальше у вас, вот, есть, ну, неверный деструктор поведения. Вот. Неправильный, неправильный триггер поведения у вас дальше идет. Ага. Потому что вы, ну, во-первых, снова и снова на одни и те же грабли наступаете. Это уже можно говорить, опять же, о родительском сценарии. Ну, это точно более глубокий анализ, можно проводить, да. То есть, тут уже можно говорить о том, собственно, для чего вы именно так себя ведете, почему вы именно так себя ведете, зачем вы именно так себя ведете, ну, и так далее, да. Вот. Ага. Значит, мужчину нужно мотивировать. То есть, ваш мужчина не замотивирован на то, чтобы вот так вести себя как-то по-другому. Он знает, что вы его все равно примете, он знает, что вы все равно его, ну, простите, все равно его примете, и, в общем-то, все будет опять по-старому. Мужчина это знает. И именно потому что он это знает, именно потому что он это знает. Да? не меняет. Ага. Именно поэтому, именно поэтому он ничего не меняет и не меняет. Это второй способ, второй и последний способ мужчины замотивироваться. Другое дело, если вы боитесь его замотивировать, если вы боитесь его мотивировать, боитесь, там, ну, знаете, что-то там ему предъявлят, например, да, ну, боитесь, потому что, может быть, опасаетесь, что он уйдет от вас, или опасаетесь там остаться одна, это уже другой момент, это уже другие детали, это уже другие обстоятельства, как бы. Тем не менее, правда она вот именно такая. Правда она именно такая. Вот. Если бы мужчина только с вами так себя вел, ну, можно было бы, там, о чем-то говорить тогда. Поскольку мужчина ведет себя так не только с вами, а со всеми, да, у него как бы сложившаяся модель поведения такая, то, соответственно, ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли он изменится вот так вот сам по себе. Вот. Понимаете? И ваш вопрос, то ли он выбрал роль жертвы и просто манипулирует, то ли он на самом деле чувствительный, я вам отвечу так, что он чувствительный и потому выбрал роль жертвы и вами манипулирует. Понимаете? Одно другое не исключает, а наоборот дополняет. Понимаете? Вот. Я вам даже больше скажу, я вам даже больше скажу, что и вам, и ему, обоим, видимо, выгодно. Выгодно. И снова и снова в эту вот ситуацию входить. Вот. Вам обоим выгодно. Выгодно. Вам, видимо, подознательно не хватает внимания, вам не хватает ощущения значимости своей, собственной. А, ну, мужчина, понятно, почему это делает. Вот там свои причины. Понимаете? Такая штука. И я полагаю, что вы таким образом тоже для себя решаете свои какие-то эмоциональные проблемы психологические. То есть вам обоим это нужно. Вот. И если обробно проанализировать, вот, вы еще взрослый человек, да, вы понимаете, что вот вы там, ну, один-два раза поговорили, да, с мужчиной, он как бы не понял, да, то есть он не принял то, что вы ему говорите. Ну, вот он не хочет, да, этого делать, он этого не будет делать. Он не будет приносить отношения то, что вам нужно, да, например. Значит, это произошло, и вы продолжаете все равно это делать. Новое слово. как бы возникает вопрос, да, логичный вопрос. А зачем? Зачем? Что-то изменится? Вы думаете? Вот. Знаете, какая история. Тут нужно разбирать, почему вы входите в конфликт. Для чего вы входите в конфликт. С какой целью вы входите в конфликт. Понимаете? Вот. Это важно. Очень важно. Понимать, с какой целью вы входите в конфликт. Зачем вы входите в конфликт. Это вот сценарное поведение, которое, значит, является сценарием, сценарий, ваш собственный сценарий. Это вот посыл ваших родителей. Такой посыл, с которым вы согласны, посыл, как правило, такой обвинительный, ты должен там и так далее, это сценарий. Вероятно, посыл антисценарий заключается в том, что вы не обижаетесь, то есть не скандалите, вероятно. А контр-сценарий здесь у вас, ну это вот руководствование определенными культурными ценностями, да, сразу о том, что он чувствительный, что он жертва. Это все идет уже контр-сценарий из области культурных ценностей. Вот это нужно, опять же, для рационализации вам сейчас. Вы себя так успокаиваете как бы. А делать-то что будем? Вот по факту, что делать будем? Что делать? Что факт? Вот факт какой, да? Мужчина не принимает ваши как бы претензии, ваши предложения, да? Мужчина не принимает. Он не хочет его делать. Вы хотите? Что по факту? По факту, что будете с этим делать? Потом все. Что можете с этим сделать? Что-то вы обижены, то что вы ожидаете, то что вы считаете, что это должно быть. Окей. Это здорово. А делать-то что? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.